Дорогие мои, стратегия удвоения дохода вашего бизнеса, она разработана из моей личной практики, из тех практических частей, которые я обучал своих учеников, из тех моментов, которые я прожил в своих бизнесах и так далее. Соблюдая каждую формулу, перед вами открываются огромные возможности. Но хочу сказать, что я постоянно на каждом этапе своего бизнеса по-разному использовал эти формулы. Поэтому я буду шаг за шагом разговаривать каждый день. Вы каждый день одну тему пройдете, каждый день. Но каждый день будет сильнее рост, новый уровень, новый уровень и так далее. Поэтому каждый раз, используя эти знания, то есть в зависимости от масштаба вашего бизнеса и компании, она по-разному выглядит. Но убеждаю вас, что на каждом этапе это как скорость машины приключается, вот именно так. Именно так нужно приключаться с одного на другого и так далее, до тех пор, пока вы не дойдете до того уровня, который вам нужен. И я сказал, что вот это то, что от стратегии удвоения дохода вашего бизнеса я брал от своей практической опыте. Первая тема, которую сегодня мы проходим с вами, 5 способов удвоения дохода. Вот это сегодняшняя тема, 5 способов удвоения дохода. То есть каждый день одну тему мы пройдем с вами. Вот сегодняшняя тема, 5 способов удвоения дохода. Все взято от практики. Когда я начал заниматься бизнесом и так далее, и потом я сейчас когда консультируюсь людей и так далее, я заметил очень необычную вещь. Я заметил, что как у людей чуть-чуть доход пойдет, как чуть-чуть зарабатывают, как немножко у них появляется возможность, сразу у них есть страстное желание владеть что-то. Стать владельцем что-то. Стать владельцем офиса, стать владельцем магазина, стать владельцем завода, стать владельцем недвижимости, стать владельцем участка, земли и так далее, и так далее. То есть, это много раз я пережил. Я сам тоже через это прошел несколько раз. И самое интересное, подсознательно я понимал, что куда я сейчас трачу свои деньги, они заморожатся. Но я не понимал, почему я так делал. Сейчас, когда я рассказываю, это как слова, она выглядит как будто легко и понятно. Но интересно, что когда я консультировал, огромное количество людей, они все делят так. И именно так и поступают. То есть, люди приходили ко мне и сказали, послушайте, у нас низкий доход. Или очень мало прибыли, хочу увеличить свой прибыл. Когда я начинал делать анализ, я заметил, что в какой-то момент эти люди делали то же самое, мои ошибки. То есть, получается, что они от оборота деньги брали, купили что-то. То есть, в связи с тем, что они брали от оборота деньги, купили что-то, соответственно, деньги, которые генерировали прибыл, она резко уменьшилась. Некоторые из них приходили ко мне и сказали, я хочу брать кредит или я хочу... Они пришли на консультацию, чтобы я показал, как найти инвестора. Когда вот это пять способов я обучал их, было очень много раз случаев такой. Вот это пять способов, когда я обучал, и человеку вообще не нужно было ни инвестиции, ни кредита. Это грамотное управление внутри самого финансового отдела, внутри его компании, она оказалась намного эффективнее, намного выгоднее, чем купить деньги. Когда вы деньги привлекаете со стороны, вам придется за это с бестоимостью денег платить. Может быть, это кредит, но за это надо платить. А если даже инвестор обратил, инвестору надо платить. А если с партнером работать, доли прибыли надо платить. Придется что-то платить. Поэтому, когда я показывал, что ты теряешь, если у тебя когда есть возможность обойти без этих заемных денег, почему бы тебе это не делать? И знаете, самая интересная вещь. Они слышали мой совет? 30% пошли делали, 70% все равно не хотели избавиться от своей мертвой капитали. Не хотели. Одна из самых важных вещей, вот перед вами здесь. Приходит ко мне парень, несколько примеров, приходит ко мне два года назад парень и говорит, знаете, у меня очень-очень много активия, очень много недвижимости и так далее, но у меня денег нет на оборотах. Я говорю, почему? Он говорит, не знаю, я строил и вот так что-то не могу продать, что-то так получилось, заморозилось и так далее. И я спрашиваю, сколько тебе денег надо, чтобы я инвестировал? И он говорит, 3 миллиона долларов. Я начну анализировать то, что он был на консультации, анализирую то, что у него есть и так далее. Смотрю, у него больше полтора миллиона лежит просто, которые не работают на него. И когда ему показалось, что тебе надо избавиться от них, лучше это вложить в оборот, тебе не нужны будут мои деньги. И он это не делал. А почему? Он говорит, ну, знаете, они мне нужны. Я сказал, хорошо. А потом, спустя, вот это было 2-3 года назад, спустя 2-3 года я узнал, что этот парень снова пришел ко мне. Потом, когда мы общались, и он мне говорит, вы были правы, надо было так делать. Я говорю, почему? Он говорит, я залез в кучу долгов, теперь мучаюсь. Дело в том, что ресурсы никогда не будут у вас много. Ресурсов всегда будут не хватать. Если вы не умеете управлять сейчас то, что у вас под контролем, не факт, что вы будете управлять, когда у вас будет больше сумма под рукой. Например, если в данный момент у вас есть 100 тысяч долларов, если вы его грамотно не умеете управлять, не факт, что вы будете миллион долларов хорошо управлять или 100 миллионов. Даже если 100 миллионов у вас в руках попадает, через некоторое время вы его тоже превращаете на неэффективный капитал. Ресурсы всегда будут вам не хватать. Вы всегда будете залезть в те проекты, которые у вас потом опять будут не хватать денег. Дело не в деньгах, дело не в количестве вашего капитала. Дело в самом понимании, что вы делаете. Уловили? Дело не в деньгах, понимаете? Дело в самом модели, в котором вы принимаете решение. Сам метод вашего управления ресурсов решает все. Будет ли ваша компания давать 10% рентабельности, или 40%, или 50%, или какое рентабельность. Это зависит от того, как вы это делаете. Кто из вас мне хорошо понял, ставьте 20-ку. И, дорогие мои, весь период учебы, максимально все, будьте концентрированы именно, пожалуйста, возле экрана. Потому что все, что буду говорить сегодня, они стоят миллионы и миллионы долларов. А вопрос, кто из вас эту ошибку хоть раз повторял? Пишите я. Честно только пишите. То есть, когда появились деньги, как-то очень тяжело себя останавливать от своих желаний. Мы начинаем свои деньги, которые приносят нам прибыл, оборотные средства, и взять, знаете, в самом, внутри нас что-то есть такое непонятное, черт побери, какое-то что-то непонятное, что толкает нас к тому, что нам кажется, что владеть что-то якобы это круто. Мы начинаем несу, то есть, деньги, которые генерируют прибыл, превращают в какие-то там, не знаю, мертвые активы, и они потом стоят просто. Они иногда порой превращаются в пассив. Почему? Потому что их содержать надо, у них расходы пойдут, и так далее, и так далее. Видите? Здесь есть десятка людей, которые эту ошибку повторили. Ход верить или нет, я консультацию давал, 90% людей это делают. Редко кто это не делает. Фируза говорит, я нет. Ну, просто у вас не было возможности, наверное. Если у вас было бы достаточно, наверное, дохода, вы тоже сами делали. Не могу понять, почему люди так поступают. Я делал много раз эту ошибку, и каждый раз себе обещал, все, хватит, все, хватит. Вот теперь, можно сказать, пару лет назад, потом понял, что, да, Владов, прекрати это делать. Всего два года назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова